А-а-а-а Полёты готов? Всегда готов! Ну что, тогда начинаем! Три, два, один, пуск! И мы начинаем программу «Наше всё». И сегодня с вами на борту её ведущие Никита Тесленко и Кристина Радченко. Смотрите сегодня. Наше солнце на всех ровно смотрит. А что было бы, если вместо солнца была бы другая звезда? Подумаем. Полететь в космос и стать мамой. И кем в детстве мечтали быть уссурийцы? Из первых уст узнаем. Космонавтом! Космонавтом? Вы хотели стать космонавтом? Да! На первый и второй рассчитали, когда планеты создавали. Имеет ли значение размер планет? Расскажем. Кто живёт на космических просторах у самых маленьких жителей города? Спросим. Потому что их место в космосе. Звёздное небо или как выглядят галактики? Небесные тела телескопом увеличим. Генеральный партнёр программы – компания «Энерготехника». Участвуй в акции с 1 апреля по 15 сентября и выиграй кондиционер. Комсомольская, 28А. Телефон 231-414. Партнёр программы «Автошкола ДОСААФ». Действует схема поэтапной оплаты обучения – скидки. Партнёр программы «Авторская студия мебели». Мягкая мебель для дома и офиса от классики до авангарда. Авторская студия мебели. Душа вашего дома. Партнёр программы «Магазин мясной». Только в апреле падение цен на мясо. Спешите приобрести мясо по приятным ценам. Партнёр программы – выставка «Реальные динозавры» от «Реалпарка». Мы ждём вас весь апрель с 10 до 19 часов в дара. Фотосъёмка бесплатна. 12 апреля весь мир отмечает памятную дату – День космонавтики и День первого полёта человека в космос. День триумфа всех, кто работает и трудится на благо космической отрасли. Кстати, с 2011 года этот праздник носит ещё одно название – Международный день первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза Юрий Гагарин совершил орбитальный облёт Земли, тем самым открыл эпоху полёта человека в космос. Полёт Юрия Гагарина продлился 108 минут и положил начало новой космической эре. Субтитры добавил DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Но это не все праздники на сегодня. Также 12 апреля отмечается Всемирный день «Как бы ты мог представить чего, Никит? Как ни странно, овсянки». Впервые отметили этот праздник в штате Южная Каролина, а придумал праздновать такой необычный день один из организаторов. Он заметил, что жители городка скупают овсянку в небывалых количествах. Также 12 апреля день святителя Иоанна Лествичника. В этот день крестьянские семьи на Руси пекли обрядные пироги и печенье-лесенки. По традиции, сколько было в доме детей, столько и пекли печенье. Считалось, что подобное лакомство приносит детям крепость и здоровье. Ну и, конечно, хорошее настроение. А какое настроение у наших горожан, сейчас узнаем. Партнер рубрики «Кафе Сунгари». Китайская кухня, вкусная еда, веселая музыка. Мы ждем вас всегда. Во-первых, теплая погода, настроение поднимается. Детей вот забрали с тренировки. Какие планы на лето? Наверное, купаться, гулять, отдыхать, проводить каникулы хорошо. Узнавать Уссу-Риск или Приморский край. Сдать диплом, ну и найти работу. Поехать, отдыхать. Поехать по Владивосток и там отдыхать. Рыбалка, в лес, походы там. Обычная нормальная жизнь, без всяких перепадов. А, ну, у ребенка скоро день рождения. Да вот, хожу на тренировки, готовлюсь. Наверное, я сюда приехала. Так, а вы откуда к нам приехали? Я из Костромской области. Нам сегодня вернули деньги за ноутбук. Это очень подняло настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ах, Никита, все эти звезды, звездное небо, галактики. Как же они завораживают. Даже когда смотришь на них с поверхности Земли. Кристин, ты просто не можешь представить. На самом деле звезды могут быть не только красивыми, но они еще могут предсказывать судьбу. А у нас гороскоп. Овны, проявляйте осмотрительность по отношению к друзьям и коллегам, а также избегайте крайностей. Тельцы, в корне изменится ваше отношение с близкими. Они станут ярче и глубже. Также сегодня близкие друзья сыграют очень серьезную роль. Близнецы, вам пора проявить свою врожденную находчивость и там, где надо, взять инициативу на себя. Ну, а многим ракам придется сегодня жить, как на вулкане. Конечно, возможно, это весело, но такой накал страстей не сможет выдержать никто. Положение планет сулит львам успехи в любви. Именно к этому вы и стремились так долго. Девы, спокойный отдых и крепкий сон – вот что вам нужно сегодня. Весы сегодня не смогут похвастаться хорошим самочувствием. Настроение у вас будет неровным, поэтому знайте во всем меру. Скорпион, глубокое чувство, которое вас привернет изнутри, заставит вас, возможно, забыть о каких-то делах. Большая нагрузка и сильные впечатления у стрельцов могут повлиять на их сон, поэтому самое время расслабиться. Звезды сегодня к озерогам представляют великолепное чувство партнерства. Сегодня любовь будет бескорыстна, а дружба крепкая. Водолеи – это хорошее время для поездок или командировок. Если вы давно хотели прочитать какую-либо книгу, самое время этим заняться. Рыбы, не перегружайте себя сегодня работой и общением. Стоит задуматься о своем здоровье, о физическом и психологическом. Партнер рубрики «Салон «Приморская мебель». Внимание! Мы переехали и ждем вас по адресу. Улица Плеханова, 75, торговый центр «Теремок». В детстве хотела быть учителем, археологом, парикмахером, моряком, стюардессой. Чтобы работать следователем. Наверное, как все девочки. Врачом, учителем, воспитателем. Танцором. Танцором хотела стать? Ты любишь танцевать? Да. В детстве я хотела стать балериной. Мамой? Мамой? Конечно. Потому что профессия, она наживная. И не всегда получается, вот кем хочешь, чтобы кем стать. Космонавтом. Космонавтом? Вы хотели стать космонавтом? Да. С зубным врачом. Я карте занимаюсь? Поэтому я не проще стать тренером по карте. Вначале учителем. Учителем? А потом? А сейчас ветеринаром хочу быть. Кем вы хотели стать в детстве? В детстве? Вообще никем. Ну, кем хотел, кем я и стал. А кем вы стали? Водителем. Я всю жизнь водителем проработал. Нормально все. Не обижаюсь. В детстве я хотела акушеркой стать. Наверное, кем сейчас стала? А кем вы стали сейчас? Бухгалтером. Главным. Балериной. Балериной? Да. Мечта осуществилась? Нет. Ну, ничего страшного. Зато это была самая заветная мечта. Космос, как известно, это делает для взрослых. А что об этом думают маленькие эксперты, скоро узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИТО 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 Ах, Гагарин, его ясные глаза, сияющая улыбка. Такой человек просто не имел права не совершить первый космический полет, тем самым прославиться самому и прославить СССР. Но ты не представляешь, сколько за этим трудов стоит, сколько он учился, трудился, тренировался, сколько было у него пробных летных полетов. В общем, трудов потрачено немало. Никит, я тебе скажу так. Я действительно знаю историю Юрия Гагарина. 9 декабря 1959 года Юрий Гагарин попросил зачислить его в группу для испытания новой летной техники. Стоит отметить, что Юрий Гагарин был не единственным претендентом на полет в космос. И еще было 19 человек. Все они были крепкие физически, в хорошей форме. Конкурсантов отбирал сам Сергей Королев. Отбор начался с теории. Мужчинам рассказывали, как поведение в космосе отличается от земного поведения. А позже от теории приступили и к практике. Преподаватели учили своих конкурсантов очень хорошо владеть своим телом. Поэтому большинство всех упражнений проходили под водой либо на воде. То есть это прыжки с трамплинов, прыжки с вышек. И каждый из конкурсантов должен был уметь надолго задерживать дыхание. Проводились и занятия на открытом воздухе. Юрий Гагарин в числе остальных проводил утреннюю зарядку, делал упражнения с гантелями, делал упражнения на брусьях. А следующим шагом стало занятие в центрифуге. Конструкторы сразу сказали, что это по сравнению с остальными цветочками. Но и центрифуга это еще не все. Также космонавтов ожидало следующее испытание под названием вибростент. Это агрегат имитировал вибрацию корабля при всех работающих двигателях. Подобные испытания будущие космонавты проходили целый год. Наряду с Юрием Гагарином отлично справились Алексей Леонов и Валерий Быковский. К чему же это все привело и каким был первый полет в космос узнаем из следующего видео. Субтитры создавал DimaTorzok 13 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича. Подреките, товарищи, мне заверить наше советское правительство, нашу коммунистическую партию и весь советский народ в том, что я с честью оправдаю доверенное мне задание, провожу первую дорогу в космос. А если на пути встретятся какие-либо трудности, то я преодолею их, как преодолеваю коммунистическую. Космонавтам товарищем Гагарином установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. Серьез поведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно. И в настоящее время чувствует себя хорошо. Космонавтам товарищ Гагарин Космонавтам товарищ Гагарин Я обыкновенный русский человек, каких у нас в Союзе очень много, такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. Космонавтам товарищ Гагарин 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 Где переобуть железного коня? Посоветуем. Не успевайте сами, тогда они придут к вам. С автодокторами из мобильного шиномонтажа познакомим. Генеральный партнер программы – компания «Энерготехника». Участвуй в акции с 1 апреля по 15 сентября и выиграй кондиционер. Комсомольская, 28А. Телефон 231-414. Партнер программы – автошкола ДОСААФ. Действует схема поэтапной оплаты обучения, скидки. Партнер программы – авторская студия мебели. Мягкая мебель для дома и офиса от классики до авангарда. Авторская студия мебели. Душа вашего дома. Партнер программы – магазин мясной. Только в апреле. Падение цен на мясо. Спешите приобрести мясо по приятным ценам. Партнер программы – выставка «Реальные динозавры» от Реалпарка. Мы ждем вас весь апрель с 10 до 19 часов в дара. Фотосъемка бесплатна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова